всем привет привет поехали покатаемся вперед поддержим канал от души ссылка на яндекс кошелек в описании а мы с вами едем сегодня около главного почтам нашего города кирова чепецка главная почта кирова 16 кому интересно а здесь-то кстати липовая аллея то все-таки осталось да хоть вот там ее вначале убрали жалко конечно либо я считаю что они же еще молодые достаточно для своих-то лет но их у нас там убрали около детской бывшей поликлиники сейчас там женская консультация в силу каких-то причин что там делали по моему трубопровод меняли да но там же было нарыто вырыто что-то там что-то меняли да может быть может быть трубы отопления меняли может быть еще что-то солнышко сегодня у нас очень-очень ясно поэтому мы решили покататься все-таки выйти хотя на улице прохладно достаточно но мы думаем что в машине мы все-таки не замерзнем да здесь у нас мфо цен это реальная контора кому интересно это улица первомайская мфо цен находится рядом с центральным сбербанком поэтому очень удобно ориентироваться если кто вот например только-только переехал наш город удобно можно вообще ориентироваться по всему начиная от центрального сбербанка или например начиная от больниц до относительно больницы где все сразу понятно становится проспект россии проспект россии в этот солнечный прекрасный день а то знаешь когда вы с тобой тогда ехали до проспект россии было даже метров 200 дальше ничего не видно потому что там либо какая-то дымка либо какой-то туман либо снег валил в общем было достаточно прохладно холодно и мутно а сейчас вот такая вот красота сдается она это место под рекламу сдается у нас тут тоже все огребено дорога как зеркало слушайте дорога как зеркало и здесь все сгладилась до димы в зимнее время все сгладилась красота 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 можно даже вот сюда завернуть там выехать нет как хочешь как хочешь не буду тебя сам уж что-нибудь придумай ну я надеюсь что вы тут нигде не застрянем все таки хорошая такая детская площадочка по моему сами они делали да это частный сектор около центральной районной больницы мы здесь когда-то гуляли в принципе да все огребено все чистенько все беленько ничего не занесло их тут совсем проехать можно пройти тоже можно не знаю перейди мужичок ну тут такая достаточно взъемистая горочка то получается да а это наша церба наша наша церба наша наша церба это у нас улица первомайская когда-то здесь тоже были гаражи вот прям гаражный целый кооператив был тут и вот из детства у меня помнится что мы вот как раз на улицу соснову выходили через эти гаражи у меня вот прям это запомнилось слушай а потом я пыталась найти эту улицу понимаешь а гаражей то тут уже не стало и у меня то в представлении что тут должны быть гаражи я помню что я пошла по этой улице и думаю правильно я иду или неправильно я иду по этой улице все таки да гаражи отсюда убрали тоже это были самостроевские гаражи но в смысле их сами построили жители наверно этих же районов да все таки все таки их убрали очистили этот весь пустырь ну я думаю что правильно сделали да ведь потому что в итоге в итоге когда начинают сейчас вот искать у этих гаражей хозяев мне кажется некоторые гаражи то даже бесхозные то есть либо хозяев уже нет ну как бы вообще не до умерли ну либо я не знаю либо детям да не нужно остались вот например гаражи такие про них просто забыли они как бы стоят и стоят да с барахлом получается вроде как и внешний вид портят до города такие гаражи а мы приехали с вами к пятерочки раньше сделал здесь был магазин квартал низких цен а сейчас у нас здесь что что-то написано днс да днс сейчас у нас тут днс а это у нас район центрального рынка кому интересно а вот это здание мсч 52 а мы подождем папу он у нас ушел тебе надо помочь у нас пошел за водой за водой водичкой водичку мы все-таки изредка но покупаем ну как изредка так то покупаем у нас вода из-под крана бежим в карманах в карманах слушай наверное подожди наверное нет потому что я уже давно ничего не ношу в карманах нету мне мелочи в карманах честно вода из-под крана у нас бежит все-таки осадок в ней очень большой когда вы кипятите получается очень большой осадок накипи на поверхности чайника остается накипи а вот когда мы покупаем воду ее можно так в принципе пить и когда я кипячу чайник осадок на ней не остается фильтр не знаю что то вот мы последнее время думали конечно о фильтре но мы покупаем что то вот такой фильтр но который с емкостью меняем вот такой фильтр у нас есть в принципе вот я фильтрую воду до фильтрую воду вот через такой фильтр как он там называется барьер еще какие то вот ну типа вот что такого то есть вкручивается в верхнюю чашу наливается вода в нижнюю чашу вот такой фильтр если мы пользуемся например водой из-под крана для каких-то приготовить еду скипятить чайник то есть просто из-под крана воду мы уже не пьем давно хотя раньше раньше когда еще вот жила у меня бабушка мы всегда пили воду из-под крана сейчас у нас такого нет да папа из-под крана сейчас уже не пьем вода практически нет сейчас все равно покупаем а мы сейчас уже будем двигаться ближе к дому сегодня уже вас накатали прокатились солнышко посмотрели на улочку посмотрели ну да кстати вот стри тут огромная такая реклама стала днс-то цифровая техника ого-го а мы а мы туда даже с тобой никогда и не это не заглядывали в это днс-то да кто-то хотел на рынке что делается заехать покрыть покрыть а на рынке а вот давайте мы сейчас просто заедем да уж за одним ничего тут нету так вот тут работают только вот эти ларьки на которые я сейчас и показываю вот там у нас здание там вот и в основном все туда и переехала а здесь уже ничего нету есть вот ключи здесь ключи делают а кому интересно ну в общем то вот такой рынок у нас и все весь рынок у нас в общем это основное здание которое под крышей а все вот эти ларьки которые на улице они в основном наверно в летнее время до работают так что вот кому интересно да кто хотел посмотреть про рыночек вот так он сейчас выглядит это уже не тот рынок который был кому понравилось такое видео пиши так лайф подписывайся на канал и мы будем собираться домой пока пока